с вами михаил тамойкин события достаточно тяжелые сейчас которые происходят вот поэтому это вы понимаете почему я это делаю у каждого наверно украинцы у многих погибли либо близкие либо пострадали но я не говорил об общем состоянии поэтому я хочу зажечь свечечку пускай она немножко погорит вечная слава героям вечная слава тем кто безвинно погиб я хочу налить на руками это выпить вот сейчас и минуты с вами михаил тамойкин либо я две рюмочки думаю вы понимаете почему тяжело очень на самом деле писать это видео по целой ряде причин вот но хочу сначала выпить за тех кто безвинно погиб вот хочу выпить за тех кто отстаивает свою честь свою семью вот вечная слава героям значит это анонс сейчас я соберусь с мыслями немножко самом деле я хочу сказать что видео серьезно я конечно его пишу для homo sapiens для тех кто может быть одумается может быть сделает какой-то вывод для себя важный кто-то совершит подвиг делает максимум для того чтобы правда совесть достоинство восторжествовали чтобы возмездие настигла тех кто умышленно это все создал вот тех кто целенаправленно столкнул народы которые сейчас уже наверное надолго станут врагами это понятно история такое знает проходила вот и я хочу сказать сейчас слава украине я хочу сказать что те кто отстаивает свой дом свою семью твоих детей своих граждан это герои на самом деле вот тот кто пришел с ничем я процитирую сейчас две известные известные истины кто пришел с ничем тот от мяча и погибнет так всегда было по крайней мере у славян у русских я больше не хочу себя ассоциировать с русскими почему как вы поймете вот кто досмотрит это видео посмотрит вот я назову себя другой немножко национальности вот дальше что я процитирую истину другую враг будет разбит победа будет за нами выгнать сказал но сейчас это очень применимо непосредственно к тем кто защищает свой дом от тех кто пришел как незваный гость это не гость это нелюдь вот который на брата поднял руку это мои убеждения это мои принципы и я и попытаюсь обосновать я хочу сказать что не 62 года я 25 лет защитил кандидатскую диссертацию побывал на трех наверное континентах совершенно разных странах вот в институте я был отличником время как шел первым по распределению те пять лет вот поэтому наверное не самый глупый человек поэтому кому интересно досмотрите это видео до конца я постараюсь все разложить по полочкам а часть продолжу предыдущее видео вот и начну с того что дураки самый ценный ресурс экономики запомните это те кто не имеет возможности в силу разных причин правильно адекватно объективно делать выводы тот естественно заблуждается и приносит страдания точно так же как оболваненные русские русский мир россияне вот якобы страдает в ней сражаются за правое дело на самом деле мне так представляется это мои убеждения это громадный прокол почему давайте в этом видео я обосную свою позицию тех кому это интересно посмотрите до конца начну сейчас с того что в этом анонсе я постараюсь обозначить какие-то реперные базисные моменты так я сказал дураки самый ценный ресурс экономики вот приведу такое вот черное и белое вы видите у меня белое и черное правда легко очень любом даже я не знаю там начищем даже ходить там мысли человечку вот отличить где белое и черное правда вот это черное это белое по крайней мере это достаточно просто вот я возьму видите так вот веревочку покажу различите быстро где черное и белое вы будете тыкать по это черное это белое черное это белое вот уже намного сложнее и для того чтобы гомо сапиенс научился анализировать и делать выводы те которые достойны гомо сапиенс он должен последовательно отличить и черное и белое но это еще тоже такая простенькая задача вот я возьму где черное и белое вы видите сколько здесь не так вот сколько здесь черных только из белых а если я еще освещение чуть-чуть по-другому сделаю вот это доступно только тем кто имеет аналитический склад ума тот кто может научиться разбираться и проходить все используя определенные фильтры те которые человеку дали родители общество действительно честные люди вот если этого нету то человек становится очень легко манипулируемый очень легко оболваненным поэтому я хочу в этом видео попытаться разобраться от и до и аргументировать своим позицию возможно она тоже неправильно но я хочу сказать я своей жизни встречался со многими очень умными очень авторитетными действительно и честными людьми те которые были за правду за объективность с ними я со многими многие уже ушли это первую очередь ученые это действительно авторитетные люди какой бы они так сказать нише не находились формальные и неформальные действительно люди которые научили разбираться и отличать по крайней мере вот на таком уровне даже черное и белое и правильно делать а вот не на таком для младенца черное и поэтому я хочу сказать что я обладаю какими-то возможностями которые позволяют мне анализировать и получать критику от тех людей которые действительно умеют это делать потому что на сегодняшний день машина оболванивание практически в каждой стране от разных засевших наверху засевших сбоку сзади снизу везде со всех сторон вот она настолько мощно что люди к сожалению этого многие большинство не понимают я сейчас я в этом видео буду много цитировать людей давать ссылки вот на разного совершенно сейчас для того чтобы тех кому не интересно кто говорит пиши быстро там говорит четко говорить коротко и тогда это не для меня потому что для того чтобы быть понятым не нужно сказать очень много невозможно сказать где черное и белое вот здесь вот это наш современный где черное и белое где серые и еще какой я хочу по крайней мере по основным позициям высказать свою точку зрения и объяснить почему я делаю такие выводы почему я в прошлом русский говорю сейчас слава украине говорю сейчас героем слава и почему я сейчас говорю что у россии путинской нет будущего абсолютно почему я сейчас вот эти часы переворачиваю смотрите вот это часы будут символизировать наше с вами видео которые отсчитывают время падение к сожалению великой державы с великой истории но такова видимо судьба ее потому что люди манипулируемые стали нелюдями они убивают ни в чем не повинных собратьев это не люди те кто их поддерживают те кто не понимает что на самом деле происходит не очень жаль но вы также будете страдать и когда вы уже достигнете какой-то точки невозврата когда вы осознаете на какой стороне вы были и что вы на самом деле сделали вам будет к сожалению очень стыдно по крайней мере говорю про тех людей искренне заблуждается кто не умеет дружить с головой вот и мое видео может быть некоторым из них поможет задуматься поможет задуматься почему я это этот сюжет сказал сейчас я хочу дать возможность для тех кто говорит быстрее говори и так далее кому не интересно отключать это видео не для вас вот я предлагаю послушать историка я с ним во многих принципиальных вещах не согласен но русского националиста я его буду цитировать вот он очень умный человек еще раз говорю я не согласен с ним по целому ряду базовых моментов вот но это достаточно видный современный человек которого машина вот этого всего не дает возможности ему быть более популярным более доступным с точки зрения выслушивание вот но тем не менее я хочу сказать он я с ним солидарен по крайней мере потому что умный человек должен уметь читать слушать получать информацию максимально большом объеме поэтому посмотрите сейчас вот то о чем он говорит и почему это видео достаточно длинное журналист привык уже к тому что люди не имеют долгой памяти заметьте что одни и те же люди могут через два месяца сказать противоположное они используют то что современный информационный поток он как бы стирает сознание человека предыдущие все люди живут одним днем вот мне сейчас часто говорят не надо больших статей публиковать на какие-то маленькие маленькие заметочки нет если чек не в состоянии прочитать хорошую большую статью понятие и освоить то от маленьких толку мало это как вот такие вот всплески о одна информация другая третья два дня прошло забыл четвертая пятая журналисты по этому же принципу работают о сегодня заказали панику потом заказали войну потом заказали вакцинацию ответственность журналистов должна быть но для этого должна быть ответственность политик я сейчас начну с того что часто мне задают вопрос как быть поскольку ты там отец или ты там имеешь какой-то опыт на чьей ты стороне вот ты или на этой стороне или на этой стороне и ты посередине вот есть моменты которые в жизни наверное не часто случаются которые сейчас к сожалению произошли и перечеркнули напрочь всю славу россии предыдущие по крайней мере для многих для всех безусловно то что путинская россия выступила агрессором напечатала настолько много и вот в этом сюжете я стараюсь рассказать об этом аргументировать дать ссылки на людей которые приводят свою аргументацию вот стараться в этом разобраться запомнить не украина напала на россии россия напала на украину путинская россия вот это это уже все как бы ни был там кто-то говорил нам угрожает нам еще извините это россия должна напасть на сша это явный враг чего не напасть на сша это так вот просто но сейчас не об этом я еще раз задаю вопрос вернее такую позицию что где быть посередине или с одной стороны или с другой я хочу сказать что в подобной ситуации нужно постараться быть над ситуацией для того чтобы быть объективным для того чтобы дать реально ответ кто прав а кто виноват потому что в плоскости к сожалению ограничен уровень видения нужно постараться быть выше потому что если вы будете так поступать быть выше то очень скоро все воюющие будут ниже на два-два-два метра до другой придет и займет эту прекрасную территорию землю обратит вас в рабу другому истории сожалению не дает нам никаких вариантов поэтому я говорю что постараться всегда нужно быть над событиями но есть очень важная серьезная ремарка которая относит меня к нашим предкам нашим предкам должны быть принципы или фильтры как я их называю прошлом видео я сказал об одном из них применимы там киевской руси князя олега времен тогда когда действительно русь была единой мощной и когда она показывала пример того как нужно относиться внутри общества и к внешним агрессором или врагам так вот первый фильтр который я сейчас говорю почему я за украину потому что брат не имеет права никакого абсолютно приходить с оружием своим братом нет другого никакого аргумента по масса нету чтобы кто что как не делал но если ко мне дом пришел кто бы то ни было даже брат начинает убивать моих близких ничего не остается делать как защищать как наказывать это больно тяжело но кто-то сделал так кто-то сделал так пытаемся в этом виде разобраться я хочу дальше сказать что я в этом видео скажу почему лозунг русские русский мир все на нем можно поставить крест вот обосную свою позицию про аргументирую и я это видео сделал так получается я хочу перейти к тому что на мой взгляд может ожидать может ожидать в ближайшее время наши с вами сообщества почему я поставлю только много серий каждая серия раскрывает один из аспектов и это далеко не все и я прогнозирую что мы с вами катимся большому хаосу очень большому хаосу я прогнозирую что идет закат цивилизации и это конечно есть основание сказать что для тех честных объективных гомо сапиенс есть и нужно сделать все чтобы новая цивилизация была ваша наша она была правильно она была с точки зрения реального декларирования реальных человеческих принципов не подковерной суеты не обмана но кому интересно смотрите видео для россии а может быть и для многих других стран человечества время вот оно течет течет и корону наверное закончится это моя сугубо точка зрения поэтому кому интересно посмотрите это видео оно состоит из шести по моему частей там пять или шесть частей вот и первую часть это будет про ту ситуацию в которой сейчас находится россия куда она идет какие основные веки индикаторы на сегодняшний день на сегодняшний день подчеркиваю проходит на театре или арене вот этого конфликта войны собственно говоря там не конфликт там война агрессия вот мы с вами посмотрим только основные индикаторы которые нам нужны с точки зрения вывода дальше я хочу сказать что проект война который заменил проект пандемия это следующая серия не закончен и я вам покажу аргументацию которая говорит о том что проект война будет расширяться это мое личное мнение дальше в следующей серии мы с вами рассмотрим по крайне мере мою аналитическую информацию о том как будет рушиться экономика средства коммуникации и и каким образом это все уже начало происходить в следующей серии мы с вами поговорим о запретной теме роли евреев не нужно мне сразу записывать какие-то там экстремисты и так далее у меня я вам расскажу все это на самом деле по моей моей точке зрения по моему убеждению евреи есть у них настолько мощные аспекты которые нужно всем абсолютно брать в качестве ориентира у меня есть друзья реальные друзья евреи я их некоторых из них процитирую вот и хочу сказать что они тоже обмануты обмануты кем как мы с вами попробуем в этом разобраться по крайне мере вы выслушаете мою точку зрения следующей серии далее я вам расскажу о том почему я уверен какому есть основан только я я вам процитирую аналитиков очень больших серьезных много меня старше умнее которые считают что все-таки мировая кулиса мировое правительство которое манипулирует свою очередь грех там манипулируют народом или там подотчетными ему структурами конечно россияне вот те люди которые там они манипулируют такими как путин грех там трамп и прочее прочее вот я расскажу вам свою аргументацию свою точку зрения ну и последние выводы и заключение вот из чего будет состоять мое видео а сейчас я еще раз хочу сказать славу украине вечная слава героем и мир будет содрогаться о том когда пройдет время и реально раскроют что этой бойне происходило с людьми кому интересно смотрите дальше